здравствуйте подписчики и гости канала счастливы в деревне у нас утро с девчонками у меня утро начинается с ремонта кормушки сейчас покажу я запаслась тут инструментами и вот девчонки разломали сетку в кормушке через эту дырку они залазят вот сюда в кормушку и тут уже внутри кушает а потом перепрыгивают ко мне туда во двор вчера слышу под окнами уже кричит какая-то коза перескочила перелезла и вот сейчас нужно будет ремонтировать полностью сломали разорвали сетку буду сейчас что-то делать что-то думать и как-то ремонтировать надеюсь все получится вот еще с этой стороны тоже уже раздербанили нужно прибивать все ремонтировать вот сейчас буду заниматься наши девчоночки вот уже почти все покрыты а взрослые я имею ввиду осталось покрыть только лану получается самую первую 20 октября мы покрыли викулю потом 20 ноября по моему мы покрыли сразу нику и милаху хомячат надеюсь покрылись потому что снега были до этого проблемы она не покрывалась но охоты по крайней мере нет ни у кого кроме ланы и кроме чунис флёли они каждые наверное недели три приходят в охоту и потом мне очень сложно их загнать сарай потому что они бегут к кабану и вообще не хотят захотеть домой мне приходится кружиться по кругу бегаем друг за другом они к кабану ясно с винивой вот для того чтобы их загнать потому что они не хотят заходить когда у них охота не бегут к кабанчику вот такие вот дела маленькие девчоночки еще растут вот в апреле им будет по годику каким-то каким-то в июне будет годик каким-то в июле ближе к августу растут мои малышки вот ну я приступаю за ремонт сегодня мне предстоит сделать небольшую зачистку территории я буду заниматься с пилом никогда раньше этого не делают и решила что мне нужно электропила чтобы я не зависела ни от кого в удобное и нужное мне время пошла и спиляла все что мне не нравится начну я с шелковицы здесь ветки постоянно лезут в глаза и они мешают мне возить сено когда я делаю сеновал мне неудобно закидывать сено ветки мешают когда я вожу козом сено они тоже опустились ветки вниз и тоже мешают мне возить сено поэтому я все что мне не нравится мешает уберу это шелковица кстати плодов никаких не дает она просто цветет может это пусто цвет а может это какое-то мужское растение не знаю я на данный момент садоводстве еще не разбираюсь планирую это делать в будущем но вот такая вот она шелковица растет здесь просто потому что некому ее полностью спилить и девать это все некуда пусть хоть что-то растет потому что прежде чем все спилить нужно сначала что-то посадить парни очень довольны тем что у них появились ветки можно почесать рожки можно что-то погрызть очень довольны раньше здесь у нас росла бузина они ее всю разломали тем что чесали рога и все теперь остался один такой вот торчащий вершенек но я его не убираю пусть дальше чешется барон очень сильно возмущается тем что я постоянно забираю у него ведь посмотрите на этого гномочку он просто самый счастливый козел в мире наконец-то он получил то чего у него так давно не было и теперь есть возможность вычислиться выводиться выплеснуть весь свой скопившийся негатив девчонки налетели на свежую шелковицу веточки и чуня тут помячит и лёля тоненькие веточки кушает вообще козам специально на зиму венечки из веток тоненьких засушивают чтобы они кушали грызли зимой за лето заготавливают и зимой чтобы они обгрызали все эти веточки которые заготовят из таких вот фрутиков но я не заготавливаю такие веники я в течение зимы пока спиливаю что-то и даю козелям и у них всегда либо слива либо шелковица либо смородина яблоня может быть что-то доесть а потом я с осени по весну наношу наношу сюда кучу разных веток а потом уже весна-лето это все отсюда вывожу они любят и покушать и пободаться почесать рожки лобики свои через веточки тому желательно конечно чтобы всегда что-то у них такое было не думала что будут и хрюни хомячить но я давала уже сливу до этого тоже кушали и вишню кстати давала обломалась там у меня из-за сильных ветров веточку кинула до хрюнки тоже помячили но не так интенсивно в восторге девчонки парни тоже там довольны пока я все пиляла падаются чешутся оставлю им тоже несколько веток гном до сих пор он не может успокоиться но я бы оставила парням побольше но они будут цепи запутываться потом это будет не очень удобно нужно будет постоянно приходить распутывать следить чтобы ничего себе потом не повредили а то будут пытаться вырваться сами распутаться и потом наделают себе делу как раз вам кинула луговое сено в кормушке там плохо кушают надо наше доставать нашего на все не хватит поэтому в любом случае придется чередовать луговое и наше то что мы купили луговое в тюках чуничка что ты там возмущаешься девочка на чуне чуня такая дама что может и укусить зобачок какую-то козюлю лёлька там что-то дерется копытцем придерживает хомячит ну ночка испугнул испугала лёлька вот такие вот у меня колобочки осталось лану покрыть главное уже будут покрывать феврале окатиться у нас где-то в июле что ты там возмущалась ну что пошла я дальше пилять и оля он кушает а 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 Все, девочки, пошла я работать, потому что мне сегодня еще пилять не перепилять. Очень много хочу пока зима повыпиливать. Это вот еще девкам закину. Только с другой стороны, чтобы они все в одну кучу не толпились, а друг друга не бодали, чтобы было в разных местах. Что, гном, а ты запутался, да? У нас тут, пока я пиляла, лиса объявилась там в посадке, орала, как сумасшедшая. Что самое интересное, она, наверное, что-то уже у кого-то своровала, потому что вороны растаскивали какую-то падаль. Летали, и у них в клювах что-то было. Они обычно падаль растаскивают, либо если здесь на дороге собаку какую-то, или кота собьют, если кто-то не уберет, то они будут тоже растаскивать все кишки, мясо, оттаскиваются гадость. И это вороны что-то уже растаскивали. Лиса орала, наверное, на воронов. Не знаю, но была там в кукурузных полях. А было ее хорошо видно под посадкой. Это очень плохо, потому что у нас утки, куры. Вот, и эта хитрая лисица даже не дождалась вечера. Сейчас у нас вороны, может быть, максимум три дня. И она уже лазит. А это значит, что может потаскать нам уток. И как минимум, даже если она их не утащит, она их подавит. У нас когда-то был случай, 31 декабря. Я не помню, рассказывала я вам уже раньше, в предыдущих видео или нет. Но кто впервые, расскажу. В общем, это было, не знаю, несколько лет назад, 31 декабря. У нас еще была такая большая стая пуховых курочек. Еще только они подрастали. Летом, получается, мы их вылупили, вывели. И, соответственно, 31 декабря, вот сколько им там было. Кому-то 4, кому-то 5 месяцев, кому-то, может быть, даже полгода. Вот. И слышим, в общем, во дворе куриную суматоху. Выбегаем, смотрим в сарай лисица. Подавила пятерых курей. Кто успел, тот попрятался во дворе, там, позабивался в угол. Ну, в общем-то, в сарае была, я не знаю, она, наверное, была какая-то больная. Мы ее, конечно же, утилизировали. Вот. Потому что, ну, как бы не было печально, но таких животных, как бы, если они попались, то все-таки лучше поймать и уничтожить. Потому что, не дай бог, она была какая-то больная, тифозная. Ну, в себе по тому, как она выглядела, так оно и было. Потому что она была вся облезлая. Хвост облезлый. Вся такая забитая, худая. И, как бы, если лисица, она довольно умная. И если она уже полезла во двор, где есть собак, есть запах собак, полезла, тем более, в сарай среди белого дня, то, значит, там уже что-то не так в этой голове. Потому что лисы обычно так не поступают. Вот. О чем я говорила, что нельзя оставлять козлам ветки. Сейчас придется распутывать. И так сломает еще себе что-то. Вот. И вот 31 декабря мы занимались тем, что захоронили наших курочек. Лису сожгли, потому что неизвестно, вдруг она чем-то больная. Курочек, в принципе, закопали. И вот такая вот ситуация. Пятерых она подавила там буквально за несколько секунд. Вот. Это ей повезло, что как бы она забежала в сарай, спряталась там. Мы сразу дверь закрыли. И уже там ее уничтожили, можно сказать. Потому что она и у соседей тоже много птиц поворовала. И у нас, в принципе, часто каждое лето какую-то птицу и утащит. Какая-то курица. Раз было двух петушков утащила. Раз было на... Ну, это не та же, разные. Но все же я, получается, уехала в воскресенье на рынок. Где-то в 6 утра я открыла уже светло. Это лето. Открыла. Курей выпустила. У нас было 5 ломон-браунов и один петушок доминантный. Доминант. И я в 6 утра выпустила. В 9 приезжаю. Все. Петушок лежит полностью задавлен. А от курей осталось только полкрылышка. Все остальное. Уже курей не было. Одни только перья. Такая ситуация была. Тоже двух петушков кишашных утаскивала. Потом в огороде перья находила. Это же 31 декабря было то, что лиса тоже подавила. Пятерых курочек. Поэтому вот такая вот гадина. Не боится. Лезет во дворы. Кричит. Тут особенно летом бывает вообще на улице находиться неприятно. Потому что они начинают перекрикиваться. У них такой отвратительно ужасный крик. Не знаю. Как будто бы пенопласт там по стеклу. Вот. Поэтому надеюсь, ничего серьезного она вам не сделает. Не принесет. Поэтому я, кстати, открываю всю птицу теперь поздно. Даже если это лето, когда рано уже светает, я все равно открываю птицу не раньше 8-9 часов. И закрываю я очень рано. Еще даже не смеркается, но я уже закрываю. Если это зима, то это 3 часа. 4 бывает. 4, если я нахожусь на улице и слышу, вижу. А если нет, то закрываю иногда даже пораньше. Если я знаю, что я сейчас зайду в дом и не услышу, не увижу, то я не рискую. Потому что все-таки бегунки у нас, мы их покупали тоже недешевые. Будет очень жалко, если их просто подавят и сожрут. Вот такая вот у нас лиса здесь. Не одна в полях. В прошлом году, я знаю, на ранней весне ходили охотники, скорее всего выстреливали. Потому что я видела по посадкам, и были звуки стрельбы. Надеюсь, и в этом году так будет. Потому что если они размножатся, это будет просто какой-то капец. Но я пошла гнома распутывать, освобождать. Вон она стоит, орет. Вот. Вон она стоит, орет. Я взялась за зачистку следующей территории. Здесь по возможности нужно убрать, конечно же, все. Но сейчас такой возможности нет. Поэтому я немножечко расчищу, насколько это возможно. Уберу все, что мне мешает. Зачищу проход, чтобы можно было свободно ходить, не нагинаться. Потому что когда я летом ходила здесь убирать, косить траву, это было вообще очень смешно и неудобно. Потому что нужно было это все делать на карачках, так как все ветки были нагнуты вниз. Все мешало, лезло в глаза, било по лицу, грубо говоря. Все надо было делать очень медленно, аккуратно. И цеплялась за волосы ветки. И в общем было неудобно. Поэтому я все, что мне не нравится, опять же уберу. Все лишнее спилю. И будет у меня здесь, насколько это возможно, красота. Так как я никогда не занималась спилом, очень боялась, чтобы не придавила шину. Когда я спиливала там старые пни или же в принципе растущие деревья. Если их пока что можно так назвать. На данный момент они еще только молодые сливки дикие понарастали. Но допиливала я всегда не до конца. Дальше просто сламывала это деревце. Для того, чтобы... Ну я опять же переживала, что привалит шина. Так как у меня опыта еще нету. И мало ли что там может произойти. Вот так вот я немножечко пора счищала. Все я не спиливаю. Хотя вот эти все сливы, это все нужно будет со временем убирать. Но я каждый год убираю по чуть-чуть. Потому что ветки хранить негде. Раз в год, летом уже все будет выпаливаться, выжигаться. Вот поэтому выпиливаю столько, сколько хватает места. Эту кучку уже тоже она будет пока не оттает. Потому что здесь яма была большая. И осенью тоже я сюда сгребла. Так и не убрала. В итоге там все примерзло. Поэтому будем ждать пока пойдет то теперь. Потому что все, что можно выпалить, мы выпаливаем весна либо осень. Зимой никто не палит, потому что все примерзает, холодно. В принципе костерчик плохо горит. Поэтому все это будет лежать до весны. Вот. Ну остался месяц буквально. Веток очень много. И очень жалко всегда их палить. Хочется, чтобы был щепорез. Это все перебить на щепочку. И чтобы было как удобрение потом очень хорошее в огород. Но такой щепорез стоит 50 тысяч рублей на данный момент. Пока что будем палить. Ну в общем вот столько веток. Еще там на кучу тоже много веток. Вот козюли мои. Здесь сейчас все пенечки, что есть, еще там дособираю. И отвезу, спрячу в сарай.